Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ибо без Тебя мы не можем делать ничего в этой жизни Не родиться, не умереть Ибо во всем Твое благоволение Помоги Господи нашему спасению Духовному и телесному Тебе слава за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Сейчас вот компьютеры у нас И в общем-то как компьютеры Они как-то расхолаживают немножко Вот поэтому часто очень Часто мы слышим, что дети не хотят читать Читать вот видите в руках у меня Слово Божие, Библия, Священное Писание Все как называется? Слово Божие, Священное Писание и Библия Библия, три названия А Библия делится у нас на Сколько частей? На Ветхий и Новый Завет Именно Ветхий, не старый никакой Потому что старый мы не читаем Ветхий А почему Ветхий? Написано здесь В Новом Завете Нет, там написано конкретно Прямо апостол Павел говорит Потому что Ветхая Близко к уничтожению Ветхая близко к уничтожению Видели Игнать Тихоновича Лапкина? Нашего старостого Видели? Ну поняли все? Видели надежду на нем? Какая она? Ветхая Ветхая Совершенно верно Ее можно спокойно взять и выбросить Но он не даст Почему? Потому что он столько на нее заплаток наложил Столько там трудов вложено Извините, подвиньтесь Оно Ветхое еще Ветхое близко к уничтожению Но не уничтожается А кто уничтожает Ветхое? Расточительный человек Поэтому Библия нас уже учит Просто по названию Не быть расточительными Теперь каждый про себя подумал Сколько у него там в шкафу висит Вот похоронили маму на Колыме Тетя Марина туда полетела Похоронила маму Я тоже считаю маму своей Мы же венчаны Поэтому тоже моя мама Очень хорошая была женщина Мама Рая Очень тяжелая судьба Семнадцати лет на Колыме Сама по комсомольской путевке И работала в геодезических отрядах Это значит в любое время Холод, мороз 60-50 градусов мороза Они там работают еще Ну все Ну прожила сколько? Восемнадцать лет не прожила Семьдесят восемь лет не было Ну чуть-чуть не дожила Похоронили И созваниваемся И о чем? Ну там холодно стало Я говорю Марина возьми с собой теплую одежду Потому что на Колыме будет холодно Сейчас холодно там Там уже все Уже нулевые температуры Уже там Ну это север Нет, она не послушалась Взяла какую-то курточку Прилетела Все Начала копаться в вещах у мамы И мне оттуда говорит Вот ты меня все время ругаешь Что у меня очень много одежды Если бы ты, говорит Заглянул в шкаф к маме Ты бы, говорит, переменился У нее Не надо столько одежды иметь Я прошу вас Пока вы еще маленькие И вы просто много времени не прожили Потому что Ветхое оно близко к уничтожению А у нас бывает Никакое оно не ветхое Посмотрите вот когда Дроботам передавали там Ну одежду Ну как малоимущим там И вот приносили одежду Одежду приносили Практически новая одежда Говорят, один раз там надели Там куртку какую-нибудь Новая куртка совершенно И все И уже кому-то отдают Нужно Не расточать Не расточать А что нужно Собирать Все это Вот Вот тут вот постранично 1530 там с чем-то страниц Сейчас точно скажу Считать надо Ну короче так на слово поверьте Ветхого и Нового Завета И постоянно люди все это собрали Ведь сначала не было такой книги Помаленьку, потихоньку там Сжигали там Не нравилось Вот так Царь сидит А ему передают Это Иеремия Послание И он сидит Вот так Рулонами Не так вот книга листалась А рулонами Вы поняли, да? Ну вот этот Свиток И он вот так вот читает Читает, читает, читает Читает И потом Так Стой Остановился Царь вот так Ножечком Обрезал А там у них Топит не как у нас печи А у них жаровни стоят Ну то есть окна закрыли там Во дворце И вот такие вот Чаши стоят И в них просто Бросают И костер горит Представьте там Копоть какая была Ну в общем вот так вот И он вот в эту жаровню Раз этот кусок А Бог передавал Иеремии Что царю передать Этому Израильскому Израильскому Верующему народу Царю Вот так поступали С книгами И вот это вот Все было собрано Для чего это все было собрано Для чего постранично Вот я уверовал Именно от этого Можно так даже сказать Я уверовал От обобщения Которое человечество Сделало По словам Божьим По замыслу Божьему Потому что Нам в школе Никогда не преподавали Что было еврейское государство Евреи это плохие были Это они знаете Какие евреи Они все плохие Вот всегда Это четко я знал Все евреи плохие Но об этом Нигде не было написано А я начал читать Оказывается Они не плохие Они просто Упертые были В законе Божьем Они хотели Исполнять его А им все время мешали Кто мешали Язычники А язычники Кто такие Друзья Сатаны Друзья А евреи Кто они Друзья Божьи Божьи Вы что так Не уверены Не забывайте Об этом И кто Только протягивал Руку свою На евреев Чтобы Наказать их Как они там считали Чтобы уничтожить Полностью Все погибали Все Все И так будет До последнего времени Пока Остатки написано Израиля Не спасутся Вот о чем Написано В книге Это написано О нас Как нам с вами Спастись Чтобы ко всему Мы относились Так Как относится К этому Слово Божие Оно описывало Жизнь еврейского народа Потому что Евреи Всеми фибрами души Хотели исполнить Все Что Бог им заповедовал Вот они поставили Это себе целью Через кого Кто у нас первый Верующий Праведник Верую жив будет Кто сказал На букву Аева Авраам Молодец Авраам Сказал Авраам первый верующий Адам Это первый Человек Первый человек Который Авраам Это тоже в раю Он тоже в раю будет Он Кается Вот шестом Псалме Постоянно вечером Читаем Приходите почаще Узнаете Как Правильно Кается Шестопсалме Все И только там Одно есть Благослови душа Моя Господа Такой прям Восторженный Псалом Остальные все Покаянные Господи Там уже Ты меня всего Изничтожил Кости мои Уже все Обожжены Там Чрево Мое Все измято Плоть моя Вся там Горит Господи Прости меня Прости меня Господи Вам это еще Пока непонятно Да растете побольше А там нету Девяносто Псалом Шестопсалм Без девяносто Обходится А это в часах Девяносто Псалом Ну поэтому Ты почаще Ходи И будешь все знать Что Вопрос у тебя Или пояснение нам Ну-ка Давай А я уже Сама Читаю Псалмы Сама Псалмы Читаешь Прямо Что Прямо Так Переша Читаешь Ну-ка Давайте Попроверим Я Что-то Не верю Так Я просто Псалтырь Псалтырь Вот Ну-ка Сама Сможешь Прочесть Увидишь Что Ну-ка Вот этот Псалом Начинай На Сяннику Хола Псалом Давида На Воспоминания Поспеши Боже Избавить Меня Поспеши Господи На помощь Мне Дам Постыдяться И Послямяться Ищущие Души Мои Дать Будут Об Облащенные Назад И Преданные По Смеянию Желающие Мне Зла Да Будут Облащенные Назад За По Ношенье Меня Говорящие Мне Хорошо Хорошо Да Возрадуются И Возвеселятся О тебе Все Ищущие Тебя И Любящие Спасение Твою Да Говорят Мне Престану Велик Бог Я Же Беден И Нищ Боже Спеши Ко Мне Ты Помощ Моя И Избавитель Мой Господи Не Замедри Давай Отлично Читаешь Все Мы Мы Верим Что Ты Читаешь Вот Теперь Ты Прочитала И Теперь О чем Здесь Говорится А ведь А ведь Есть Прям Целые Примеры Вот Недавно Показывали Передачу Одну Это Ну Там Спас Канал Такой Есть Короче Один Парнишка Десятилетний С мамой Мама Его все Водила В церковь Ходил В церковь Молитву Все Знал Богородица Там Очень Наш Все Это Он Это Прям Читает И Короче Говоря Маньяк Там У них Завелся В городе А он Такой Парнишка Восторженный Тем более В церковь Ходит Всех Любит Все Бог же Сказал Любить Всех Все И Этот Подошел Мужичок К нему И Ему Говорит Ты Что Любишь На велосипеде Ехать Ездить Ну да Поехали Я тебе Сейчас покажу Там Такие места Красивые Пойдем Со мной И Повел Повел За город Куда В лес Завел С велосипеда Его Свел Связал Ему Руки Ноги Затащил Его В чащу Достал Нож И Говорит Ну вот Парнишка Ничего Сделать Не могу Ты уж Меня Прости Я Сейчас Зарежу Маньяк Ну У кого То Надо Убить Что Кто Умер На глазах А Он Это Говорит Как Какой Такой Туман Мне Вообще Страха Нет Я Начал Молитвы Читать Этот Момент Этот Маньяк Забросал Ветками Куда Куда Ушел Ходил 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 Короче Прошел Целый Час Этот Маньяк Вернулся Разрезал Веревки У него На руках На ногах Представь Как Скинул У него Вот такие Синяки Остались Шрамы То есть Он Действительно Хотел Посадил На велосипед Говорит А в чем Дело Ну Я Говорит Это Когда К нему С ножиком Приблизился А мне Тут Голос Раздался Ты Что Делаешь Вспомни Мать Себя Маленького И У него Совесть Проснулась Совесть Проснулась У человека Почему Потому Что Вот так Господь Делает Мы Не можем Сказать Когда Эта помощь Придет Мы Просто Молимся И все А как Господь Сказал Как Нужно Молиться В притче Той Помните Когда Было Два Друга И К одному Пришел Товарищ А у Него Нет Хлеба Он Говорит Сейчас Пойду У друга Попрошу А Друг Уже Спать Лег Лежит Уже Хорошо Расслабился Он Стучится И говорит Друг Ко Мне Пришел Хлебов Хлеба Нет У Меня Дай Хлеб Мне Пожалуйста Не Могу Я Уже Сплю И дети Со мной Тут Все Вокруг Него Грудой Уже Все Спят Не могу Жа Их Растолкать А тот Опять Ему Просит И написано Что Помните Конец Причи Какой Аминь Даст По Неотступности Поэтому Неотступно Нужно Просить Но Вот Чего Не хватает Нам Нам Не хватает Уверенности Уверенности Не хватает Вот Упорство Вот Именно В молитве Господу В этой беседе Господу Что такое Молитва Это Ты беседуешь С Господом Господь Рассказывает Тебе Как поступали Раньше Люди Как он Им помогал А ты Когда молишься От себя Уже Даже Своими Молитвами Не то Что Даже Псалом Ты Просишь У Господа Как бы Участвуй В этой беседе Продолжение Библии Когда ты Молишься Вот я не знаю Когда Заболела Наша сестра Анастасия Вот Примолились Мы У меня такая Уверенность Была Почему-то Ну что Она Может Даже Выздороветь Не знаю Такая Была Сильная Сильная Уверенность Ну Дальше Больше А потом Как-то Это Все Переросло Совсем В другое Ну Как Из нас Написано На роду Как говорят Значит Господь Как Батюшка Отлично Сказала Ему Монахиня Господь Забирает Не тех Молодых Там Или А тех Кто Приготовился Кто готов Тех Забирает Тем более Зная Сестру Какая Она Была Перед Последние Дни Даже Тяжело Как Все Ну Царство Небесное Оно Как раз Для тех Кто Очень Много Скорби Переживает Для Тех Кто Радуется За Тех Кто Спасается Вот Кому Уготовлено Царство Небесное А не Те Который Просто Пришел В храм Отстоял Ну Я отстоял Пришел Когда пришел Когда не пришел Во всем Нужна Упорство Во всем Нужна Любовь Нужно Относиться С любовью И к службе И к чтению Слова Божьего И к занятиям И к Собраниям Верующих Людей Придет Время Разъедетесь В разные Дальние Страны Края Там И вы Это увидите Будете Скучать По всему Когда просто Захочется Поговорить С кем О Боге В простоте И нигде Не найдете Ни одного Человека Ну тогда Эти переживания Приведут вас К Слову Божьему Тут уж Точно И только Когда будете Читать Слово Божие Вы будете Видеть Друга Настоящего А это Господь С вами И все Верующие Моисей Авраам Исаак Яков Все Пред вами Предстанут Как живые И вот это Поймете А вот Вот оно В чем дело Вот они Где помощники Вот кто Останавливает Руку Убийцы Язык Злоречиво Что запели Все Перед на молитв Помоги Господи Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи С Богом Я думал Между перерывами Там поют Были много Таких комиссаров Приезжали Но Они Так это Как Керенский Был Слава Богу Вот так Вот и все Просите Волю Божию Волю Господу Господи Твоя Добудет В этом деле Вот и все А какие еще Есть вопросы Мальчико Пока вы здесь Я хотел вопрос Один Серьезный С вами Нет 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 Вопрос О фонде Дробы Мы знаем Все Что у нас Есть фонд Дробы Настя Который Присылает Деньги Из Разных Мест Присылали Да Присылали Присылали Деньги Этот фонд К этому фонду Есть разные отношения В нашей общине Есть недоверие Ну Знаю все Что есть Деньги Сосредоточены У Галины У Галины Если есть недоверие То надо Значит Тогда Общим Собранием Решить вопрос Вы Кому доверяем А то Один говорит одно Другой второе Дергивает Туда нужно Направить Деньги Туда Я знаю Я знаю Что скажу Виктор Андреевич Что бывает Недоверие Больше всегда У того То Мало что В это вложил Я согласен А кто обычно Никогда доверия не будет Ты деньги дал Но ты дал На какое дело На доброе Ты делал Как для Бога Или со своей Какой-то корыстью Это делал Если как для Бога То они уйдут Хотя их куда-то Но не будут У Бога эти деньги Вот так А если со своей корыстью То такая Конечно Что Будет подозрение И прочее И все было А ты дал с молитвой Скажи Ради Христа Ты это делал Ради Христа Значит Ради Христа Они будут у Христа Эти деньги Вот и все Наша мама Даже так Иногда Что-то там Украли Бывало так Что там Серьезно было Было Она Господи Ну пускай Это будет Как милостыне Им Ради Христа И все Бала пчел Там украли Они Господи Как милостыне Приезжай Там их В суд подавать Какой Нет Не надо Я это Как милостыне Отдала И все Вот так Относиться К этому надо А то Недоверие Нет Ну и есть такое Поэтому Батюшка Я хотел Чтобы в вашем присутствии Вы этот вопрос Обсудили Ну все Все обсуждать Ну вот Я сказал Есть ревизионные комиссии В нас в конце концов Которые доверяют Значит можно Ревизовать все это Те кому доверили Он должен все На что На что Потрачено Столько На это Потрачено Столько На это Столько На это Все Виктор Ильич А кто Не доверит Я не могу Сейчас это оглашать Ну просто Не надо Это конечно На этом вопрос Закрыли Значит Кто Это Дает Отчет Он дал Отчет Вот это Это Все На этом Конец Ну Милые Мы Ну давайте Пойдем судить Суд будет Подавать Может суд подадим Доверие Доверить Еще Так Какие еще вопросы Вы приезжаете На следующее воскресенье Да На следующее воскресенье Буду здесь Значит Просто Вы приготовили И Крепцы Через неделю И через две Через День Но преображение Будет Когда Воскресенье Будет Преображение В это Доня Я больше Вам чаще Еле Что По Недельник Загpassание А Курица Курица И завтра Все Со вторника Начинается Пост Поняли Все Две недели Пост Такой Что Даже Рыба Запрещается Пост Пост Запрещается Рыба Я еще Хотела При Батюшке Как бы Ну С вашего благословения, как вы скажете. Эти деньги были присланы на лечение нашей сестры. Мы сестру лечили, мы ее на эти деньги похоронили. Но просто как бы у нас бытует теперь такое мнение, что эти деньги принадлежат семье Дробов. Вот. Кто-то говорит естественно, кто-то говорит неестественно. Ну что, кто-то говорит я давал, верни мне? Нет, так не говорят. Я почему об этом подняла? Нет, я этот вопрос поднимаю, потому что как бы, ну вы скажите, как это пока что, Игнатий Тихонович сказал, эти деньги никуда не только, никуда не распространяются. Пока нет нужды, нужда может быть еще. Пока инфляции нет, они сильно не потеряют инфляции. Да можно евро купить на них. Да не надо евро. Доллары завтра могут быть с зеленым вывоком листиками. Может, кто-то не варьку найдет. Да, мы с благословения Батюши. Поэтому резерв, значит, оставить как резерв. Возможно, у нас будет другой болящий человек. А это будет другой человек. Сегодняшний завтра другой. Это не принадлежит роботам. Вы об этом не... Ремонт они делают. У них есть нужда в деньгах. Нет, ремонт пусть делают. Ремонт, я вижу, что, как дом построил, пять лет, ни одной доски не прибито, ни что, и он не будет делать ремонт. На ремонт не надо. Слышите? Вы слышите? На ремонт не надо ни копейки. Мы богатых у нас в общем не много. Все живете на пенсию. Да и так, где кто подработает. Нет таких миллионеров, ни одного нет. Или есть кто-то миллионеров у нас? Нет. Вот так. Поэтому не надо. Я посмотрел на все это, и я не понял, что это. Допустим, я бы сейчас даже поселился, я бы за год, я бы помаленьку привел бы как-то в это. В день по досочке прибивал где-то там, где-то еще. Ну, можно же это сделать, это все равно. Я четыре дома сам себе строил, своими руками. И этот дом, в котором живу, я верю. У меня только в этом доме не мной сделаны окна. Только я покупал. Остальное все делал сам. Помаленьку. Ну, помогали. Видят, когда я работаю, то тогда приходят люди, помогают. А если он ничего не делает, то еще помогает. Ясно там ничего не делает. Ни бани нет. Ни туалет на бок стоит. Нельзя прямо поставить туалет, выправить. Ну. Поэтому вот эта стройка. Стройка-то никогда. Видно, что это не строится. Не хочет строить. А молодежь здесь, они быстро разойдутся. И на фо уже, считай. Невеста. Пошла. Да. Год еще закончат. Там замуж выйдет. А эти тоже уже подрастают. Иван уже пойдет в это уже через три года. Он уже будет самостоятельно рабочий работать. Бог даже закончит благополучно. В какую-нибудь деревню уедет, может потеряет в клуб. Будет ветеринаром где-то работать будет уже все. Поэтому, если такой дом-то устроить-то и не нужно. Нам разойдутся все. Один Андрей останется. Что нам просят? Тоже уже что? Девятый класс, десятый тоже. Скоро вырастет уже. Невеста замуж выйдет. Разойдутся все. Разойдутся еще и на фар. Правда? На них подрастет. Как Бог даст говорить. Зубого ничего не говорим. Буквально две минуты. Всех благодарю. Спаси Христос за молитвы. Родился Мирон. Все нормально. Ну и сейчас в больнице. Так что просто. Да. Кто желает посетить, по звонку, пожалуйста. Хорошо. Предварительно. Какой болится? Седьмой. По звонку сказали. Я уже завтра мы с этим посещаем. Мы посещаем. Брат, мы с этим посещаем. Ничего не надо. Он маленький. Давай. Я стройку видел, что у меня есть, что у меня есть. Слава Богу выбора. Иду по двойнице. Какой больнице тебе не больно? Он есть. Телефон не знает, как у меня все. Вот тут. Пратя и сестры. Ангелы, охранители, батюшки. Продолжение темы. Я все-таки хочу сказать, что у меня есть все, то есть я покупал, куда расходовал. Здесь написано. У меня вот остался долг. 4 712 рублей 10 копеек. Эти деньги я перечислю. Вот этот фонд. Еще осталось у меня мы покупали покупал я как называется это я не знаю, что это это сертификат сертификат в магазине трофей в качестве презента врачам, которые лечили конкретно нашу два из них приняты врачами а один врач категорически я бегал с ним уговаривал я его никак не поэтому остался не реализованным не знаю, как мы с ним поступим теперь спрашивала Валентина с Артисон что она тут оставляла деньги которые вот из Германии Марина и сама Валентина вот здесь в этом конверте я его даже не распечатывал передаю это Галине это она сказала конкретно ну здесь написано дети это не Галя да я смотрите сам это это инаки отдайте а не вы что меняете сбербанк инакуш они в сбербанке нет в сбербанке процент ну а в каком скажем в другом коммерческом банке я не беру процент поняла слышишь в другом коммерческом банке обратишься кому-нибудь обратишься в банке в банке в банке с Людмиле Степановой обратишься напомню в банке в банке в банке берет процент запомнил вот Наталья как она нам оказала помощь там в общине они собрали а какое у них сейчас положение вы понимаете какое у ней положение может быть эти деньги даже нам придется и послать подумайте ну пока пока Натюшка сказала это резерв неприкасаемый резерв все я думаю для Насти для растенных детей причем здесь кто-то нет я не знаю эти средства а то что на лечение было послано это конкретно сейчас на Насте для детей написано было а то это на лечение было Насте все послано поэтому этот резерв остается НЗ возьмите деньги распоряжайтесь Людмила Степановна если вы так считаете что это вот по-другому а у детей какая нужда есть давайте тогда а что про Наташу говорит что у нее сейчас нужда какая нужда да никто не знает Наташа не просила ничего Валерий заболел у Валерия он там вся какая нужда у него все застраховано что вы думаете кому эти деньги дали ну Валентин сартишна отдали и на все вот и все им помочь только правильно чтобы распорядиться ты смотри чтобы там отец нет а они в чем в евро в евро может быть так что кто-то из наших может быть ездили чтобы не в банке потому что там возьмут а здесь кто-то может быть кому-то реализовать или все или пока полежать пока нужды нет большой купите не подачи не купите не ну давайте пока там у него все у него страховка есть послушайте пока нет пока нет узнаем не будет нужда когда тогда уже это смотри какие ну вот все полежаться прямо чужие кто меньше но вы что правильно сказал кто меньше участвовал тот больше претендует В момент того, как Настя отошла, на детей были присланы деньги, было прислано 15 тысяч рублей. Эти люди знают, что они дошли до меня, они со мной лично связывались. На эти деньги были куплены канцелярские товары, да, Инна Пушков? Стань, расскажи, что было куплено, портфели, как я поняла, что у детей. У нас были порваны, к сожалению, у Ефросини и у Ивана, но ему нужно было. Вот и все к школе, так как вкратце. Да, к канцелярию Ивану подготовили, нам не по профессии, чуть-чуть кальки. Потом ребятам, младшим к канцелярию нужно необходимое. Довольно-таки объемно все было, но ему надолго хватит. Но это кто-то против, что я это говорю, я это говорю в частности не для вас, а для тех, которые прислали деньги, чтобы они знали, куда. Да, они прислали это детям, детям были куплены канцелярские товары. Еще остались некоторые деньги, и скоро детям нужно будет покупать вещи. То есть эти деньги никуда не уходят, только на детей. Вот поняли, да, братья и сестры, то, что было конкретно детям адресовано, оно дошло до детей, или дойдет оставшееся. То, что было прислано Настю, на лечение Насти, оно осталось теперь в резерве, неприкасаемом. Все? Вопрос исчерпан, я полагаю. Правильно? Правильно. А вот это коробочка правильно. А остальное вот, пожалуйста, хотите помогать, помогайте детям. Это только, да, да, это только семья. Я сразу отдавала, когда только кто-то это, я и не отдала. Это только детям думать уже. Сидя, можно? Себе не надо. Я хотел сказать, что когда такие дела решаются, если кому-то одному доверяют, один человек одним голосом решает, и он ответственен за это. Десять человек будет, у семи нянек будет дитя без глаза, это ясно. Поэтому если доверяете, то пусть этот человек занимается. Если нет, убирайте, тогда оставьте другого. Но должен заниматься один человек, не два, не три, не пять, не десять. Будет два, три, будут проблемы. Будут ссориться, будут не нравиться и так далее, и так далее. Тем более удивительно, когда про Галю говорят. Я ни секунду не допускаю. Галя сказала, она сделает так, как надо. Ну вот я хочу сказать, мы с Виктором Андреевичем ни разу не поссорились на эту тему. Да. Про два, три. Леги на душу. Кому-то началась, да, да, что? Рука руку моет. Знаешь, как это называется? Вы на одной волке. Какая волна? Я хранитель, оберегатель. Вы, Даранцевич, разборажаете. Ну я тебе говорю. Так, сегодняшние у вас есть к чтения? Да есть тут все. Есть все. Да, правда, читай. Да, есть к чтения. А что у вас? Какое? 18 глава, 23. 18 глава, 23. 18 глава. Да, Матфеев. Ну так, значит, как бы что-то сделать. Такие-то, у вас дома-то, у вас дома-то, у вас. Так, ну слушаем. Тихо. Лучше я не говорю, если и слово. Юра Касина. Итак, Матфея, 18 глава, с 23 по 27 стихи. Посему царство небесное, подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему, говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Толкование блаженого фифилактора. Мысль этой притчи научает нас прощать нашим сарабам согрешения их против нас. Особенно же, когда они кланяются в ноги нам, прося прощения. Изъяснять подробно сию притчу может тот один, кто имеет ум Христов. Царство есть Слово Божие. И не какое-либо малое царство, а небесное. Продажа должника с его женой и детьми и всем имением означает отчуждение от Бога. Ибо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женою должно разуметь плоть, супружницу туши, а под детьми худые действия. Производимую душой и телом. Сию-то плоть повелевает предать сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому. Апостол Павел. Велит также связать и детей, то есть деятельные силы зла. Так Бог иссушает чью-либо руку, крадущую, или связывает ее посредством какого-нибудь демона. И вот жена, плоть и дети злоидействия преданы измождению. Да дух спасется. Ибо человек тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния и как человека любив Господь. Покаяние в зле заставило раба упасть. Кто крепко стоит в зле и не падает от покаяния, того нельзя и простить. Посему милосердие Божие простило весь долг, хотя раб не просил совершенного прощения, а просил только отсрочки. Понятно все, да? В покаянии. Интересно, что тут написано, что кланяется прям. Кто кланяется на многие. Вот у протестантов они никак не могут понять, что кланяться можно прям кланяться. А у народов, допустим, азиатских, у них поклон как здравствуйте. Даже смотришь чересчур, думаешь, уже такая вроде прогресс, 21 век. А японцы, они улыбаются и кланяются, но так низенько главное, низенько. Прям у буддистов как здравствуйте, это ну там где-то в Индии где-то. Да, я тебе могу ремарку небольшую. Вот я встречаю людей, китайцы, они приветствуются, они вот так прям кланяются. Эти люди, которые из Средней Азии, они, вот я хожу там в спортзал, да, они обязательно вот так вот руку приложат к сердцу, как у них это положено. И поклонятся, уважают мою седину, видимо. То есть уважение такое воспитано. Не зря их называют религиозно-талантливыми. Они действительно религиозно-талантливые. Они знают, к сожалению, истинного Бога. В отличие от нас, от нашего народа, которые не только седину не уважают, а селя не уважают. А мусульмане как кланяются, как машина какая-то, вообще ужас какой-то. Вот сейчас в субботу проповедь была, посвященная мученикам, страстаотетцам, царскому семейству. И показывают около храма там в Екатеринбурге, патриарх проповедь говорит. И народ собрался, и так много довольно-таки народу. Но потом крестный ход идет, и все идут бестолково. Один в лес, другой по дровах, кто во что одетый. Там в юг, как таких, в кедах девчонки вышагают и поют там православные песнопения. У мусульман это все, такое впечатление, как будто они репетируют, как парады какие-то. Как они все дружно. И главное, одни мужики. Посмотришь и думаешь, что если какая война будет, нам, наверное, не устоять. Потом посмотришь нашу армию. Что такое вот у этих русских вообще? Их в голове у них аршином не измерить. Как война начинается, все дружно начинают убивать. Как гражданка, все друг друга ненавидят. Особенно Бога. К этой церкви, кому она нужна вообще? К этой церкви? Никому. А пока какие поклоны? А у них же так низко, они еще прям на колени туда. Так, ну, ты все прочитал, брат? Нет, еще не прочитай до конца. До конца дочитываем теперь. 28-35 стихи. Раб же тот, выйден, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его впал к ногам, его умоляя, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государю призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот, я простил тебя, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государю отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и, Отец мой небесный, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Толкование. Никто из пребывающих в Боге не бывает бессострадателем, а только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым его. Раб, получивший прощение несравненно большего долга десяти тысяч талантов, не хочет не только простить несравненно меньшего стадий наверх, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же самыми словами, какими тот просил царя, напоминая тем, как сам он спасся. Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они сослужители того злого раба. Говорят же они это Господу никак не знающему, а для того, дабы ты знал, что ангелы суть, наши защитники, и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над злым рабом из человеколюбия, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишают милости. Каким мучителем он предает его? Конечно, карающим силам на мучение вечное. Ибо слова пока не отдаст всего долго, значит, да то ли пусть мучится, пока не воздаст. Но он никогда не воздаст долго, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания. Ибо в Аде нет покаяния, следовательно, он всегда будет под наказанием. Желается, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представь теперь, какое зло памятозлобие. Оно лишает даже и дарованного дара Божия. Хотя дарования Божия не раскаяны. Но от нашей злобы и они теряются. Все, все. Аллилуйя. Можно вопрос, я что-то не понял. Вот тут сейчас говорили о поклонах. Ну да, то есть это как бы вот это есть господа и царю поклонились. Ну, странно, у меня возник вопрос сразу. Некий вельможа приказал своему народу выйти и поклониться ему. И несколько человек отказались. По-моему, их там пытались сжечь. Потом другая ситуация. Стоит ангел, человек подходит, падает и начинает ему кланяться. Он говорит, не кланяйся мне. Третья ситуация. Поклонись мне, и я тебе дам все это. И Господь сказал ему, отойди от меня, сатана. Слова знаете. Так кланяться или не кланяться, я вот не понял. И у тебя такой же вопрос. Да, Господу Богу твоему поклоняйся я кланному служи, написано. Надо кланяться или не надо? Объясни. Когда-то надо кланяться, а когда-то не надо кланяться. Мы сейчас говорили о покаянии. В покаянии всегда надо кланяться, при любом раскладе. Вот сатана никогда не преклонит колен. А если мы не сатана, то должны постоянно кланяться. А если чувствуешь, что ты согрешила и понимаешь это, хоть перед кем? Пред Богом, значит, на улице или дома где-то преклоняй колени. А если кто-то здесь перед кем-то согрешил, преклони перед ним колени. И не согрешишь, если пред тобой будет некто, скажем, да? Но ты будешь покаян... Ты обращаешься к Господу. Если ты обращаешься к Господу и кланяешься, а пред тобой стоит некто другой, то ты не согрешишь, потому что ты к Богу обращаешься. А когда последнее, что брат сказал, падший, поклонись мне, это будет конкретно известно тебе, что это он, сатана. И ты добровольно должен поклониться ему и принять печать его. Совершенно разные ситуации. Ну, это вот самое сложное, которое вы сейчас перед этим показали. Когда ты думаешь, что ты каешься, а там оказывается враг. Но тут уже надо обличать его, и не только обличать. А когда ты знаешь, что это другое, а не что другое. А когда не знаешь, ты принимай как долго. Нет, ну, за тебя святых там показывают, когда там сатана подходит и говорит, что он ангел, и уговаривает человека, человек верит ему, и начинает кланяться, а потом раз, вот они куриные ноги из-под платья торчат. Вот тебе, здравствуйте. Я оседлал, говорит, его, и забыл на три года, какие молитвы, и потом учили его есть, и потом молиться учили. То есть, тут тоже нужно палка о двух концах, когда кланяться кому. Конечно. Не, ну, тут в нашем, вот в деле покаяния, тут все понятно, вот община у нас. И в общем не бывает у нас очень серьезные драчки-кусачки иногда. Чего это? Ну, вот когда драчки-кусачки, то иногда кается друг перед другом уже. Да, да, да. И причем не искать, что все-таки я права до конца. Я права все-таки. Ну, друг перед другом покайтесь. Я вам сейчас расскажу, я, может быть, рассказывал, но сейчас расскажу такую ситуацию. Первый, это была первая копка картофеля в Потеряевке. Огромный, богатый урожай был. И вот мы приехали туда, на сборку, на копку картофеля. Две сестры, Людмила и Надежда. Не будем говорить, Фабирь. Да, поссорились между собой. Из-за чего? Из-за мешков. Ну, мешки не поделили, оказывается. Ну, и им по первое число, так сказать, всыпали соответствующие супруги. Разошлись по полям. А я приехал первый раз, Потеряевку. Для меня это вообще Мека. Это вообще, ну, что называется? Святое, да. Я думаю, ничего себе, как это в таком святом месте? Такие люди, да как это может быть? Да это вообще недопустимо. Ну, и так переживаю все это время до обеда. На обед собираемся мы. И перед крыльцом две сестры встречаются в другую трубу. Проси меня ради Христа. Раскладывались, расцеловались, помирились. Я думаю, вот оно в чем. Главное это. Вот в чем корень главное это. Ну да. А он, сатана, он всегда на мешках или на чем-то другом, на пустых ведрах, на чем угодно может зацепить. Ну, батюшка постоянно, когда вот сейчас идет с причастием, он постоянно к нам поворачивается и, простите мне, братья, и кланяется нам. А где-то там еще вон в алтареек перед Богом на коленях кланится. Ну, там уже не видно. Еще организационные вагенты, братья и сестры. Вы что-то что-то что-то? Перед входом в храм сюда. Ну, уже там вот, на улице. Выключайте телефоны. Если не умеете пользоваться, попросите, как отключить, чтобы он не брякал, как не звякал. Это первое. Второе. Если 7 минут уже начались, сказали, в воздух сказали, заходим или встанем уже, встанем для молитвы. Продолжаются еще сегодня, продолжались разговоры полторы минуты. Ну, это не годится. Экнотехничество нам что-то надо? Экнотехничество нам что-то не услышит. Глаз другого, что ли, уже не принимается? Он просто прикроет эту дверь, и все, и будете здесь сидеть. Так, ну, вы поняли, да? Не надо слышать. И третий момент. Не братья разговаривали, сто процентов. И третий момент. У нас батюшка говорил нам, чтобы мы, ну, это не обязательно, но тем не менее, желательно, да, чтобы мы вот кланясь, земной поклон, когда делаем, чтобы мы не руками к полу прикасались, а чтобы на нарушники, на подружники, так называемые. Я смотрю только вот сегодня, я видел один подружник был у семьи Загуляева. Да, он даже не нашим, там, местным. Да, ну вот одним словом, да. Я хочу попросить, может быть, высказать такую мысль. Может, мы попросим нашу сестру Татьяну Александровну, она сочет для всех, а мы у нее купим? Да и так. Нет, вот такая пачка на окнах стоит, и перед службой все подходят, берут себе. Вот, опять же, это не годится. Смысл в этой вот пачке теряется совершенно. Во-первых, этот подружник должен иметь лицевую и изнанку. Вот изнанкой ты к полу, а лицевая ты руками кланяешься. И ты сам себе, это твое личное, ты сам себе создаешь условия гигиены. Ну, элементарно. Нет, по телевке понятно. А если там, по телевке тоже это можно сделать, так и себе. Да, там их стирают. То, что не стирать их однозначно после каждой службы. Что ты говоришь? То есть каждый нет. Игнатий Тихонович, против этих, знаете почему? И вот эта внешняя сторона на телевке, и вот эта внешняя сторона подходит к окошку, хватает, и начинается вот эта ходьба. Он напротив, поэтому если бы рядышком как-то было, как слоток. Поэтому, если вот вы заинтересованы в личной гигиене и в соблюдении слова батюшки, Ну, лучше всего, конечно, в тапочках или как босиком, чтобы все было чисто. Ничто, самое лучшее. Ну, пропоносит, туалет есть, ну и че? Учиться надо у них. Ну, че, зачем? Ну, че, ты говоришь? Ну, пропоносит, ну и че? Зачем? Ну, надо вообще не выдержать, ничего. Здесь лежите, здесь лежите, запомните, рулон, разовое полотенце. Да. Возьми, оторви себе, если кому-то надо. И все. Ну, че, это молотать, вот это, что, ни о чем. Попрости, брат, что я отнимаю у тебя время. Да не у меня время отнимаю. А пустой, ну, я тебя отнимаю. Вы все куда запросите, если пустой? А куда подвижать? Да че, Тамара тоже убегает с вами? А че, нельзя уйти? Ты, ну, куда вы туда вот? Че, вот ты вот куда пошла, скажи мне? Вот что тебе нужно от жизни? Вернись туда. Ну, у тебя че, мать на небо зашла для того, чтобы ты вот туда-сюда шарахалась? Ну, помогай вот Тамаре. Она бы сейчас здесь была, мать, куда бы она пошла у тебя? Ну, куда бы все поперлись, вот скажи. Вернись. Вернитесь. Ну, ты спроси, я ей хорошо, включай, мы все. Да просто встали, пошли. Никого не оставить. Ну, успокойся. Можно, скажу? Так, подождите, друг. Значит, я хочу завершить то слово, которое я начал. Простите ради Христа, если у вас отняло время по пустому. Первое. Второе. Если кто хочет соблюдать гигиену, соблюдайте предложение. На себя потянем проводник. Сейчас она там весь провод перекорябывает. Вот ходите туда-сюда, непонятно зачем. Татьяна Кобична. Давайте, а то сейчас все он будет. Я хотела вам поклоны, во-первых, передать. От Нины Свечниковой и от Нины Жолнировой. Они звонили, низкий поклон вам. А то ли Савченко. У ней операция должна была быть. Мы молились, в общем-то, кто вот знал. Ну, все прошло благополучно, анализы хорошие. Она позвонила. И она сообщила, что Виктор Савченко, у него желудок, у него и больной он был. И сейчас воспалился там, молитесь за него. Заболел он. Заболел он. И у Анна родила, назвали Ауфеем. Ауфей. Мальчика. Ауфей. У них вроде бы все благополучно. У Анны, Мирон, вот в больнице. Николай, тоже за Фольгуева, молитесь. Не, не, не надо. Не надо, молитесь. А то еще хуже будет. Он болеет, болеет. Ну вот и что, молитесь. Не забывайте, что овощи приносить, фрукты на следующее воскресенье. Они решать будет батюшка. Ну и кстати, о Николае Валентиновиче заговорили. Значит, хочу поблагодарить еще раз, кто не знает о том, что вот сегодня нам легче дышать здесь, потому что есть отверстие в стенах. В одном, в другом месте открыли. И теперь проветривается легко. То есть это вот брат Игоря. Это не я, виноват. Николай. Спасибо, Христос. Вентиляции еще нету, конечно. Ну не забудьте. Дюльки есть. Я хочу обратиться к нашим детям в Дробот. Вы наши дети, вы об этом всегда помните. И вот раньше вы уходили на занятия, у вас не было возможности остаться, потому что мама болела, там посещение по времени, все понятно. Но сейчас оставайтесь. Если у вас какие-то там дела в городе, полдня еще эти дела решить можно. Летом тем более, светло, долго, вы успеете доехать до темноты домой. Да я их повезу в какой надо магазин, все сделаю и мы подвезем. Даже брат помощь свою предлагает. Ваша мама, я думаю, была бы очень рада, если бы вы оставались, а не уходили. Если надо, в несколько магазинов съездим во все магазины, куда надо. Это быстрее будет. Оставайтесь, по кошек вы здесь наедитесь, послушайте. И еще Игорь вас будет возить по магазинам, шикарно. Ну это вообще никуда не годится. Ну я понимаю, она как старшая сказала, мне надо что-то купить, пошла со списком. Ну всех, друг дружку всех тянете, как один. Куда вы тянете, что за цепочка у вас, непонятно. Понятно, к матери ладно тянулись. И то, и то я еще тогда говорил. Ну один, сходите кто-нибудь к маме, а другие на занятия. Маме легче будет. Нет, 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 все вот такие глаза. И все, привыкли. А теперь куда бежать? Никуда. А мама сейчас сверху. Детишки, вот освободила я вас. Давайте вперед, занимайтесь, Словом Божьим. А нам надо по магазинам, а нам туда надо, нам на огороды надо. Теперь все надо. Ну все, они уже сказали, остаются. Иисус, остается. Да, Ваш. Спасибо, Христос, что Игорь Андреевич поднял этот вопрос. Вы не задумывались на простой вещью? Василий Великий ставил дисциплину на литургии выше всего. Знаете об этом, да? А скажите, а почему у мусульмана порядок такой? Представьте на их молитве, что кто-то ходит. Можете представить? Когда на ковриках все сидят. А у нас что в храмах? Ну у нас, да, храмы вроде бы одинаковые, похожи. Но поведение... У них чистые полы. Вымытые. Они разуваются, и никто не трогает тапочки, никого не пропадут. А у нас можете представить такое? Да если сейчас кто-то разулся с хорошими туфлями, половину туфлей не будет. Да ну прям... У нас... Да не у нас. А я говорю вообще в общем. То есть понимание какое. У них даже в голову не придет, что взять чужие тапочки или еще. Да, а что воров нету? На Востоке есть. Но у них за воровство руки отрубают. То есть я говорю о порядке об этом. Поэтому когда говорится... Вот Игнает Тихонович, почему против? Он не против Рушникова. Потому что когда начинается вот эта ходьба по кокнам, через... По кокнам и берут, ходят, и начинается это, и начинается движение. Нет дисциплины. Вот о чем. А так если бы у каждого... С собой держи. С собой держи, да. Кто бы что сказал. Ну вот Николай сказал про бумажное там полотенце. Вон они. Вон они, хорошие. Но поверьте, все будет в полотенцах. У нас бумага будет валяться. Нет. Кто-нибудь обязательно бросит. Я просто уверен в этом. Почему? Порядка не будет. Почему? Потому что он не приученный. Порядка нет. Вот об этом и речь. Все у меня. Да нет, нет. Бумажное полотенце исключаю. Вы что? Представьте, начинается, кланяется. Тут рунка начинает рвать. Даже... Вот так. Идея понятна. Просто идея понятна. Перестаньте. Ну, шершание рвать. Шершание рвать. Брат, это как бы шутка будет говорить. Сейчас начните. Сейчас начнете. Сейчас начнете. Это решение. Этот вопрос остается для каждого индивидуально. Все. Батюшка высказал свою просьбу, пожелание. Пожалуйста. Хотите выполнять его пожелание, просьбу, выполняйте. И тем более свою личную гигиену. Все. И, Набушка, ты ей слушаешь, она ей домой очень леется. Конечно. И она все время куда-то торопится. Ты переведи ей. Ей никуда. Переведи. Скажи, что и на службе торопиться никуда не надо. Она уже стоит, смотрит. Алтарь. Ага, что делать она уже? Что там делать-то? Ну, что? Ничего нет. А все стоят, ждут батюшку. Она прямо, 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 как шила у нее. Ты скажи, что? Ну, все стоят, ждут, ничего нету. Все молчат. Молись в этот момент. В голове там своей молись. Она просто этого не слышит. И я не успеваю вовремя показать ей, что надо стоять. Ну, ты ей объясни, чтобы терпение какое-то было. А то она вот прямо, как голову вокруг себя. Так, все, потом дальше объяснишь ей. Еще какие вопросы, братья и сестры? Все обсудили. Все решили. Может быть и не все? Неужели? Да, конечно. Ну, матросов нет вопроса. Вопрос такой. Ну, не вопрос, а продолжение темы. Чтобы закончить, вот эти дешки заделать, да, нужны деньги. Ну, вот, нашему кассиру было сказано, но она может забыть в силу своей женской рассеянности. Поэтому всему собранию говорю. Нужно в пределах, ну, 7 тысяч. Ну, есть уже готовы. Кому отдать? Все, деньги на бочку. Деньги на бочку. Хорошо. Все, как говорят. Ближе к телу. Все. Деньги на бочку. Есть у нас. Еще, закончили. Чтобы они были сейчас здесь, вот. Далее по программе. Так, братья, смотрите график. Дежурство. Остается здесь физическое присутствие обязательно. Сестры тоже смотрят график. Путерские. Физическое замечание. Так, значит, дальше. Песнопение, трапеза и занятия. Достойная и всякого истину, Блажей, Тетя, Богородицу, Присноблаженную и гренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую для сравнения Серафин, Без искрения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу От нашественных племенников, От внутренних распри, От беззакония, которые втани, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Чтобы божественная любовь Твоя коснулась Каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаятся в небрежении Своем И проповедуют смело и на славного В Иисусе Христе. Господи, прави до суды Твоей над Васей, За то, что оставили Тебя и Слово Твое Излеченность этой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что закрыли имя Твое, Бог и Его, Слово, Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия. Павла, Отче, Господи, Научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонения, На святая Троица, Отец, Сын, На святой Дух. Аминь. И последнее, братья и сестры.